Всем привет! Добро пожаловать в Черкизово на матч 10-го тура женской суперлиги. По футболу московский локомотив у себя дома принимает гостей из Чертаново. И большой женский футбол возвращается на Сапсан-арену. Ну и давайте к составам играющих команд приступим. Далее Елизавета Семенова 77, Ксения Джаникашвили номер 5, Анастасия Говард 22, Алена Андреева 8. Два темных цвета бы конечно сливались. Футболистка локомотива контролирует мяч. И заброшу травную хорошую, удар головой. И вот он первый опасный момент. Далее свободное пространство Нелли Коровкиной. И она практически в гордом одиночестве мяч принимала на голову. Победу над Краснодаром одержать. И давайте посмотрим за этим розыгрышем. И вновь получается удар! И посмотрите, мяч попадает в штангу. Ничего себе! Казалось бы, что ничего опасного не предвещал этот эпизод. Аккуратно. Игрок локомотива подставлял стопу. Да, посмотрите, мяч вроде бы высоко летел и был под контролем. Нет, прошу прощения, конечно, обошил его. Защитник, защитник. Не туда я свой взор. Сейчас направил. Ой-ой-ой, какая ошибка! Нет, овсайд! Все-таки овсайд Нелли Коровкина забивает. Но из неправильного положения. Но Диана Пономарева, конечно, очень неуверенно сыграла. Андреева. Да, очередная ошибка. Юлия Бесолова на выносе. Ошибается Елина Якупова. На Коровкина, Коровкина все-таки уже из правильного положения поражает. Ворота Пономарева и локомотив открывает счет Нелли Коровкина 1-0. Но здесь все блестяще было сыграно. Воспользовались хозяйки. Вот такой вот отможности оказалось бы, как в пустом месте Юлия Бесолова неудачно вынесла. И, пожалуйста, вот посмотрим мы повтор. Ну, во-первых, отмечаем Лину Якупову. Блестяще она борьбу навязала. И даже дважды эту борьбу навязала. Но вот удалось все-таки Локомотиву один из своих многочисленных моментов реализовать. 30 секунд остается до окончания основного времени первого тайма. И Нелли Коровкина 1-1. 2-0. Нелли Коровкина. Блестящий мяч. Забивает 20-й номер Локомотива. Оформляет дубль Нелли Коровкина. Ну, все справедливо. Конечно, все справедливо. Футболисты Чертанова долгое время держались. Долгое время сдерживали натиск своего соперника. Но все-таки в концовке первого тайма силы покинули. С противоположного углового флажка будет разыгран этот стандарт. Ну и все. Решили разыграть футболистки Локомотива. Но рефери все-таки решил, что и так переиграли. И звучит свисток. На Сапсан-арене продолжается матч 10-го тура женской суперлиги по футболу. Между московским Локомотивом и московским клубом Чертанова. Было у этих игроков. Ну и у Коровкина сегодня есть хорошая возможность даже стать лучшим бомбардиром. И вот Коровкина, пожалуйста. 3-0. 3-0 на 50-й минуте. Хэт-трик. Одна из лучших футболисток, безусловно, женской суперлиги по футболу. Ну и Нелли Коровкина. Основной форвард сборной России по футболу. Но это наша женская сборная. Совсем недавно играла против Нидерландов. Ух ты! Спасение Пономаревой! Удар с острова. Угла. Толсу Абдулиной. Но поднят флажок. Положение вне игры. Очередной офсайт у Локомотива. Но все равно было опасно. И Диана Пономарева среагировала на этот момент, который мы сейчас еще раз и посмотрим. В касание. И дотянулась Диана Пономарева. Казалось бы, мяч упустила, но все-таки продолжила. Участвует в этом эпизоде. И хорошая передача на Кристину Машкова. Машкова простреливает. И удар по воротам состоялся. У Локомотива есть свое представительство. Турнир заявили женскую команду. Локомотив-молния. Но вот сейчас молниеносно проходит атака. Локомотива! Коровкина в пустой угол метила. Но успевает защитник заблокировать этот выстрел. Вот это эпизод. И Нелли Коровкина была очень близка к тому, чтобы оформить покер в этом матче. И приблизиться на расстоянии 4 баллов к московскому ЦСКА. А что с ударом? Удар по воротам! И мяч! Мяч в сетке! 1-3! Чертанова забивает свой третий гол! В нынешнем сезоне! Ювелирно просто! Была эта атака. Разыграна и просто бильярдно! Мяч вкатила в дальний угол Дарья Солонович! 29-й номер! Мяч вкатила в дальний угол Дарья Солонович! Хотрева! Открывается Машкова. И забрасывает штрафную Машкова! Удар по воротам! И... Кристина Черкасова отправляет мяч в сетку. 4-1 на 85-й минуте. Кристина Черкасова Вышедшая на замену В перерыве этого матча Сменила она Алену Рузину И вот в концовке Этой встречи Отличилась Кристина Черкасова Шейна Пенальти Пенальти Фалит Юлия Бессолова На Нелли Коровкиной Сама же пострадавшая или нет Да, но проиграла борьбу Юлия Бессолова Хотя была очень близка К тому, чтобы добраться До этого мяча в подкате Марина Федорова, номер 18 За полторы минуты до окончания Основного времени матча Удар поворотом Угадала направление полета Диана Пономарева Но все-таки Марина Федорова Пробила Ворота Чертанова Да, кстати, даже коснулась Пономарева Да, коснулась Абсолютно закономерная победа Локомотив по всем Статьям был Сегодня сильнее Чертанова Но Чертанова можно поздравить С Единственным забитым мячом Сезон еще продолжается Сезон длинный Все еще может измениться Но я благодарю вас за внимание, друзья Спасибо, что были с нами Еще раз напомню Авторов забитых мячей Нелли Коровкина 1-0-2-0-3-0 Хит-трик Затем Кристина Черкасова Прошу прощения Затем Дарья Солонович Размочила счет Сделав Его 1-3 Но затем Кристина Черкасова 4-1 И Марина Федорова С пенальти Установила Окончательный счет Этого противостояния 5-1 Для вас эту встречу Комментировал Кирилл Поляков Любите футбол Смотрите женскую Футбольную Суперлигу До свидания И до новых встреч И конечно же Будьте здоровы И берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok